В рейд выходят сотрудники ГАИ, службы судебных приставов, налоговой инспекции, администрации города. Цель одна – проверить водителей на наличие у них долгов. В ходе сегодняшнего рейда упор был сделан на выявление должников по транспортному налогу. Дрожила подказа 5-я рота, подказа 5-я с городом Сочи. День долг, служба судебных приставов, совместный вид у нас сегодня. В базе данных проверяют по имени и фамилии, есть ли у водителя долг. Если есть, составляется акт описи ареста машины, ее не забирают, а оставляют на ответственное хранение собственнику. Но в течение 10 дней задолженность должна быть ликвидирована. Если это не произойдет, то мировоздействия будут усилены. Будет изъято транспортное средство. В случае сокрытия транспортного средства или в случае, если по первому требованию судебного пристава транспортное средство не будет предоставлено, то владелец транспортного средства будет привлечен к уголовной ответственности. Ситуация по Сочи с огромной суммой долга находится под личным контролем у губернатора Кубани. Ведь средства в виде налогов должны поступать в бюджет города. Но сотни миллионов рублей не поступили. Собрать деньги помогут совместные рейды, в ходе которых выявляются должники и по другим видам налогов. Срок уплаты транспортного налога единый и в наступившем году, это будет 1 декабря, это срок уплаты имущественных налогов, земельного налога, транспортного налога и налога на имущество. Если налогоплательщики не уплатили в срок этот налог какой-либо начисленной инспекции, подлежащей уплате, то образуется задолженность. Инспекции направляются сведения в службу судебных приставов по взысканию этой задолженности. Налоговая служба просит всех водителей города на портале госуслуги проверить свои долги порой, а не многолетние погасить их и не доводить ситуацию до критической. На сегодня в Сочи только по транспортному налогу должников 112 тысяч человек, а сумма долга зашкаливает за 800 миллионов рублей. Лена Авсицина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.